Мудрая притча о том, как важны наши ежедневные решения. Жил-был прораб, всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на пенсию. Я увольняюсь, сказал он работодателю. Ухожу на пенсию, буду со старушкой внуков нянчить. Хозяину было жалко расставаться с этим человеком, и он попросил его, слушай, а давай так, построй последний дом и проводим тебя на пенсию, с хорошей премией. Прораб согласился, согласно новому проекту, ему нужно было построить дом для маленькой семьи, и началось, согласование, поиски материалов, проверки. Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то не доделывал, что-то упрощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее доставить. Он чувствовал, что делает не лучшую свою работу, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. Когда стройка была окончена, он вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал, Знаешь, а ведь это твой дом. Вот возьми ключи и вселяйся, все документы уже оформлены. Это тебе подарок от фирмы за долголетнюю работу. Что испытал прораб, было известно только ему одному. Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в ладоши, Поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости, А он краснел от стыда за собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недочеты стали теперь его проблемами, А все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком. И теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил плохо. Мораль, мы все, прорабы. Мы строим наши жизни так же, как прораб перед уходом на пенсию. Мы не прилагаем особых усилий, считая, что результаты этой конкретной стройки не так уж важны. К чему излишние усилия? Но затем мы осознаем, что живем в доме, который сами построили. Ведь все, что мы делаем сегодня, имеет значение. Уже сегодня мы строим дом, в который вселимся завтра.